В Тверской городской думе прошли публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав города Твери. Был затронут целый ряд вопросов. Один из них касался контрольно-счетной палаты. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Изменения касаются редакции некоторых вопросов местного значения. Например, о дуромах статей, определяющих случай досрочного прекращения полномочий депутатов думы или главы Твери. Кроме того, зашла речь о муниципальной контрольно-счетной палате. Контрольно-счетная палата города Твери сейчас должна наделяться юридическими правами, как юридическое лицо. Также контрольно-счетная палата Твери может быть инициатором правоторских инициатив. То есть мы приводим устав города Твери в соответствии с федеральным законодательством. Это даст намного больше самостоятельности контрольно-счетной палате, что позволит отслеживать все процессы, происходящие в городском хозяйстве, анализировать их. КСП теперь сможет выходить с инициативами и предлагать решения по оптимизации правотворческих процессов. Такие шаги принесут большую пользу для Твери. Могут снизить бюрократизм и сделают наше общество более демократичным. Потому что чем больше структур, которые могут вносить изменения в законодательство, тем вероятнее, что они будут отражать мнение и чаяние больших социальных групп, которые присутствуют в нашем городе. Все предложения по вынесенному на обсуждение проекту решения можно направить в городскую думу до 22 ноября. Все обращения будут рассмотрены депутатами до принятия окончательного решения по изменениям в устав Твери. Продолжение следует...